добрый день как вы видите мы станции метро горьковская такой у нас сегодня легонькая прогулка на петроградке будет не пойдем пойдем в сторону васильевского острова возможно зайдем парочку может быть проходных может быть нет но дворов так что думаю в любом случае будет интересно это нас влезающая тарелка кому-то нравится кому-то не очень но что есть то есть днем начнем с каменноостровского а там посмотрим туда кривая петроградская выведет возможно будут смазы возможно будет подергивание этой будут падать может не будут достаточно много льда скользко то подстает по подморозит а 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 У нас будет первый год Пока еще не закрашены художествами Наверное, буду узнавать, кто здесь изображен Хорошо свои догадки, комментарии оставить Субтитры создавал DimaTorzok Всегда большим вопросом было у меня Как в этих двориках все умудряются Раздержаться, заезжаться, припарковываться В закоулочках Такие вот Опять же тупики счастья у кого-то Хотя бы благо окон особо нет Я боялась там окно у кого-нибудь У нас есть выбор направо и налево Пойдем сначала направо Для нас тупик Здесь какая-то дворницкая А здесь прямо за заборчиком Ленфильм Точнее там подход под главное здание Ленфильма Куда сегодня не пойдем Ленфильм Точнее там У Jenфильм Куда Куда к счастью вот такие примечательные вещи свойственные петроградской стороне напомню что петроградская сторона это дельный остров каменный остров и здесь все районы петроградки автономно отапливаются к ним идет уже нагретая вода для батарей из-за того что все таки это надо как-то было вести там под него и с одной стороны с твоей стороны под большой него и свой стороны под меткой решили просто затянуть газ и отапливать греть воду здесь уже на месте соответственно здесь во дворах вот такие автономные котельни имеет место быть я считаю что начать перейти здесь дорогу кромерский проспект чтобы с той стороны лучше лицезреть дома перейдем дорогу я а это дом пару слов скажу там пару наметок люди интересующиеся они смогут загуглить дальнейшую историю так переходим здесь вот он такой красавец дом вроде бы не примечательный вроде бы со своими приколами ничего не скажу не про год постройки не про архитектора скажу лишь только то что где-то вот на верхних этажах не там ли где как раз сейчас продажа висит объявление это была квартира которая обитал максим горький к нему соответственно захаживали массы упору известных личностей и эта квартира сейчас продажа с таким замечательным видом на парк так что имейте ввиду висит объявляю И вот так Кромверский проспект идет у меня с полукругом и по чуть-чуть потихоньку По нему можно дойти до Васильского острова, а именно до Стрелки, что в принципе мы сегодня и сделаем Но скорее всего еще парочку раз свернем вглубь Троградки, сделаем пару кругов И насладимся петроградской архитектурой Такая смесь дореволюционных зданий Уже как сейчас перед нами сталинское время Также пока еще или уже не сталинский ампир Попроще Там наверху на фронтоне 1953 год А здесь вот прямо сейчас кирпичное здание Оно по виду или свежеотреставрированное Или под старину что ли Дальше опять сталинский дом Собственно будут наверное какие-то современные стройки уже 2000-х годов Все это мы увидим По левую руку у нас какие-то торговые центры Боюсь прямо ошибиться Но какой-то ДК А уже за ним Ленинградский зоопарк На который все хотят Девелоперы Тудя же застройщики покуситься На зоопарк-то уже косвенно Больше их интересует земля На которой он стоит Дабы там построить А потом продать задорого Что-нибудь А сам зоопарк вытеснить На какие-нибудь Окраины и задворки Санкт-Петербурга Но пока Ленинградский зоопарк На месте Собственно всех любителей Посмотреть на этих животных В неволе ждет Что-то там В главном хобби На красивом Колонны так Подсвечены Сейчас перед нами Вырисовывается Вот это действительно Красивое здание Мы видим на фасаде Надписи Что это Итмо 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 университи За ним Рынок Своеобразный Своеобразный Надо будет как-нибудь Надо как-нибудь Ох Переделывают Вот уже Василиостровский рынок Не рынок А модная Едальня И на Восковском проспекте Тоже рынок Переделали И варшавский экспресс В модную Видальню Переделали История Конечно Остается Но Эпохи Таким образом Сменяются И вот их Надо Успевать Запечатлевать Сама Произвольная Горка Образовалась Идти приходится Очень Аккуратно Небольшими Шажками Потому что Под ногами Лед Просто Лед Ну уж Лучше Под ногами Чем Над головой Что Кстати У нас Сейчас Будет Ожидать Когда Мы Свернем Туда Направо Пойдемся По Увлечкам И С любой Крыши Можем Пролететь Так Светофор Будем Успевать Заканчивается Заканчивается Переход Там Успеля Здесь нет Что-то Делать Пойдем Пойдем По этой Стороне В alterνε Здесь нет Как Успеляет В painful Успеляет Здесь нет Ухе Не Если я С ממא Под Успеляет Можем украшательства прикольные экстрим гулять в такую погоду по петербургу это дорогого может стоить я же вас стрима уберегаю возможно у себя дома на мягком диване смотрите это видео поэтому что уж поделать попрошу вас подписаться и поставить лайк этому видео я думаю это меньшие затруднительств полочки смотрите вот интересные даже как квартиры нумеруются вот как так получилось что первая квартира 20 на первом этаже 27 а дальше 1 12 14 13 вот требуется загадки прям петербургская нумерология сейчас посмотрим другую парадную здесь вот так здесь как-то уже поровнее но все равно первый этаж настораживает вот 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 как Мы в страху русский переходим, а то мы шли по Веденской улице, если для кого-то важно, по ней бы мы сейчас дошли до большого проспекта Петроградской стороны, но мы туда не пойдем. Димитр Благоев. Кто это? Почему он стоит рядом с входом в школу? Тем временем у нас начинаются сумерки, время где-то в районе четырех часов. Справа у нас бренд Мауэр, конечно же уже выпиленными окошками, но примечательно тем, что лоза на нем вот такая шикарная растет, много-много-многолетние. Летом да, особенно осенью, когда дикий виноград краснеет, шикарно выглядит и бывает, что вот эти лианы отрываются от стены, падают стеной зеленой такой и благополучно пристегивают обратно и все продолжается. Так, всем временем мы вышли на улицу Лизы Чайкиной. Уже вам так очень сильно немноголюдно, малолюдно. Машин, в плане парковочных мест, надо понимать, что сейчас буду прав, что если скажу, в конце большая часть парковочных мест, всех парковок на Петроградке, это платно. Это, конечно же, платно. О, не реклама, но вот такое маленькое двухэтажное заведение Такаяки всех любителей китайской еды. Все сюда. Так вот, Петроградка практически вся платная в части парковок. Ну, конечно, там с 8 утра до 8 вечера или там до 18 вечера. И иметь свой двор, в который можно машину загнать, тем самым обеспечив их бесплатную парковку, это, конечно, круто. Вот так, будьте добры, оплатите. Так, опять, не артефакт, но один из таких уже присущих и, опять же, непримечательных, но узнаваемых как бы налево-направо, налево. Вот эти все сетки на домах под реставрацию. С одной стороны, хорошо и классно, что находятся деньги, находятся время, силы, чтобы реставрировать дома. Хотя бы фасады, да, приводить в порядок. Черт знает, что там в этих домах внутрях, в таком состоянии квартиры, потому что могут быть диаметрально, называется, противоположное состояние квартир соседствующих. Там на одном этаже или одна под другой, когда в одной квартире штукатурка отваливается, а в другой супер-пупер ремонт сделан. Ну и такой вот может быть. Так вот, когда штукатурка отваливается внутри квартиры, а снаружи у тебя конфетка. Вот. И опять же, не чтобы диссонанс какой-то был, но такие вот, чтобы противоречия. Так вот, не стартануть ли нам в тот двор, откуда машина выехала. Поглянем. В общем, будет, да. Красивый кирсичный гоник снаружи. Ну и здорово. Сейчас мы посмотрим, как внутри. Сейчас мы с тыл. Тут, наверное, садик. Ох, она сейчас только что не выпустит. А тут такой, эвакновенный, обычный тоже, без прикрас дом. У нас был баритончик. Хх. Ха-ха. Хм-ха, хм-ха-х. Если кто-то уже потерялся в пространстве, озвучиваю, мы на Снежинской улице возвращаемся на Кронверский проспект. Мы с него начинали, по правде, с Каменноостровского, двор Ленин-Кронверский, через дворы, по нему идем, шли. О, как шикарно, на балконе лавочка. Вот эти все парковочные истории. Да, скорых дней в час, будьте добры, выльдавалось. Как вам такая мощная отделка, этими блоками или фотками, но выглядит брутально. Так, что здесь, коммунальная страна, какой-то Боревич, не знаю, не реклама. На портрет Брежнева имеется арт-кафе, коммунальная страна, интересно, интересно. Есть таких несколько заведений с уклоном в СССР. Вот такой намек на герб родовой или еще что-то, и такая парадная классная. И чистенько люблю, когда за парадными ухаживают. Такие заходить приятно, а с другой стороны, когда за ними ухаживают, автоматически ограничивают доступ. То есть уже не зайдешь, уже и неприятно. Оборотная сторона близко к себе. Так, а, собственно, ухаживают. Так. 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 А. пока нечего сказать скажу уделю минутку сама рекламе направление которое мы сейчас двигаемся я уже говорил что мы идем в сторону васильевского острова сторону стрелки васильевского острова у меня есть на канале ролик под названием исторический район макрушев как раз он соседствует с этим направлением советую ознакомиться с этим видео и узнать что же за такие макруши были в были и есть только сейчас в этом море доходим это не использует практически вот у нас уже по левую руку мы в принципе поравнялись и гражданским зоопарком пока я иду нет нет да чувствую его близость как я это делаю думаю не стоит объяснять девочка с трубой трамвай он промчался мимо вот я думаю люди живущие здесь на кромерском проспекте у кого окна выходят на него тоже хорошо слышать сходите нам туда или не сходить озвучился тут вот это окно тут не видно здесь вот парадную на углу дома здесь окошко и это все парадная там люди ходят заходят кардос и 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 нам тут дворик открыли закрыть знаю так вот опять же такой переход во внутренний флигель то есть с той стороны заходят насквозь дом проходят и через такой переход в этот флигель вроде бы как бы у тебя вход пара с парадной лестнице с улицы наживешь ты внутри двора это был такой у дореволюционных архитекторов говорится фишка такая чтобы продать подороже квартиры квартиры те что находятся внутри двора за внутренним флигелем организовывать вход именно так здесь у нас советский привет наверное еще это нет уже 60-х годов мрачненько скажу вам дворик не из приятных освещение ему бы не помешало почти расскажите а Юрфака и ЕСФака, нашел государство. А сейчас срыли и сделали Газпром. Зачем памятник нам? Зачем? Ну да, спасибо. Во-первых, во время Петра Первого был берег, а вот этот мыс был приклопан. Да, здесь же речка вот эта Мокруша была. Не как Мокруша, а была неба. Почему она была зарыта здесь? Почему? А вы не догадываетесь? Первый суд на Первого ставится, строится в городе. Но он же хотел и Васильевский остров, и Петроградскую сторону. Не то. Первый на Первый строится храм. Второй, что про это? Второй строится, из-за чайника. Третий строится крепость, то есть Петра Павловская крепость. А когда она крепость, какие были корабли раньше, парусики. А чтобы они не могли развернуться, потому что они были так, а они закрыты, потому что форматор был закрыт. Они мне не мое вредное были. Так что не надо обещать ничего. Военная смекалка, да, называется? И это обнаружили только после того, как начали копать гаражи вот эти, Газпромчики. Понятно. Они не могли никакой сберечь реку. А здесь были... А я тут перейду. В эту сторону. Вот так. Немного не мало. Да. Интересного забыто много. Мы здесь, где-то по нашим скорым годам. В скором году вот Дармай-Петербург. То есть Вы коренно-петербургцы. Выросли всегда здесь. Знаете о районе все. А где же Питер? Ты еще без педагога и не хочешь сказать, будься педагог. Ладно. Всего вам хорошего. Спасибо. Учителя из нас мало в питерских передах. Как вы даже не сказали? Силом и терпением. Нарвались на рассказы и объяснения. Спасибо этому человеку. Силом и терпением. Силом и терпением. Силом и терпением. Отступаем от Кронверского проспекта и возвращаемся на него снова. здесь по большому счету он уже и заканчивается мы подходим к набережной перед нами открывается такой замечательный вид у нас тут уже вот и стрелка васильевского острова и все что левую руку горцовый мост зимний дворец тире эрмитаж и так далее но и вот эти деревья это у нас петропавловская крепость за ними вот думаю на этом за финале все немножко вниз вот так будет на этом месте за финале все пройдет прошлись по всему комирскому проспекту посмотрели петроградку с этой стороны заходили несколько дворов в глубину пропавловская острова пропавловской господи роганской стороны все дальше будет надеюсь интересно есть планов посетить еще парочку центральных магистралей петербурга от исторических до современных так что подписывайтесь оставайтесь со мной будет много интересно дима